Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту, связанному с утерей 269 бланков общегражданских национальных паспортов. В свое время депутаты Народного собрания от оппозиции были инициаторами создания парламентской комиссии по проверке деятельности паспортно-визовой службы. Но тогда Генпрокуратура никак не отреагировала на сигнал. Продолжит тему Семен Пегов. Как минимум 269 бланков абхазских общегражданских национальных паспортов оказались утерянными в результате нарушений в работе Управления паспортно-визовой службы Абхазии. Об этом сообщил пресс-секретарь генерального прокурора Саид Ахба. По его словам, данный факт выявился в результате расследования ряда уголовных дел, связанных с незаконной выдачей паспортов. Следственным управлением Генпрокуратуры Республики Абхазия было возбуждено уголовное дело по факту, связанному с утерей 269 бланков общенациональных гражданских паспортов Республики Абхазия. Об этом факте стало известно в рамках расследования уже возбужденных 10 уголовных дел по фактам незаконной выдачи паспорта гражданина Республики Абхазии иностранным гражданам, не являвшихся гражданами Республики Абхазии. Саид Ахба также рассказал журналистам, что уголовное дело следственным управлением Генпрокуратуры возбуждено по трём составам преступлений – халатность, похищение и сбыт официальных документов. Основные следственные мероприятия, по словам представителей прокуратуры, проводятся как в отношении должностных лиц Управления паспортно-визовой службы, так и руководства МВД Республики в разное время курировавшего деятельность службы. В рамках расследования установлено, что должностными лицами Управления паспортно-визовой службы нарушен ряд требований, согласно которым уничтожение действительных паспортов производится не реже одного раза в месяц. За комментариями по поводу исчезновения бланков абхазских паспортов мы обратились и в само Управление паспортно-визовой службы, а именно к её начальнику Лауренсу Кагоне. Оказалось, что именно он первым обнаружил нарушение. Вступив в должность, в марте этого года Лауренс Кагоне, в прошлом возглавлявший Гальское РОВД, первым делом провёл проверку в Управлении. Тут-то и обнаружились нестыковки. Выявлено было следующее. То есть, там ранее был уже одинаково составлен пересчёт, и после известного всем затопления складского помещения, там была сделана выбраковка, соответственно, и годная часть, которую по настоящее время мы пользуемся, то есть выдаём гражданам. Вот там получилась нестыковочка. Разница где-то в 269 штук паспортов. О нарушениях, обнаруженных в ходе проверки, Лауренс Кагоне сразу же доложил руководству МВД, после чего служба собственной безопасности начала своё расследование по данному факту. Прокуратура занялась этим делом значительно позже. Министрам было адресовано весь этот материал в Управлении собственной безопасности МВД для дальнейшей проверки и разбирательства по недостающим паспортам. Далее, также, видимо, по указанию министра, эти номера были разосланы во все банки сберегательные, в дома управления и так далее, для того, чтобы выявить нарушения, если они допускались. Если эти паспорта где-то использовались в каких-то сделках, оформлениях домовладений, транспорта и так далее. Процесс паспортизации страны вызывал много вопросов уже давно. Пару лет назад в парламенте даже была создана специальная комиссия, которая занималась этой проблемой. Правда, после августовских событий 2009 года, когда здесь, у дверей парламента, сторонники оппозиции требовали отмены поправок к закону о гражданстве, фактически работа этой комиссии, по словам депутатов, была приостановлена и, по всей видимости, зря. В августе 2009 года оппозиционеров возмутило упрощение процедуры получения абхазского гражданства для жителей Гальского района. Однако на то, что получить абхазский паспорт, в том числе и незаконным путем, с каждым годом становится все проще, представители оппозиции обращали внимание властей еще задолго до митинга у здания парламента. Среди тех, кто поднимал этот вопрос, был и депутат Народного собрания Даур Аршба. Когда эти действия начали приобретать более массовый характер, мы в парламенте инициировали вопрос о создании парламентской комиссии, чтобы провести проверку по фактам, по тем информациям, которые поступали к нам. Комиссия начала свою работу, но, к сожалению, она его не завершила. Она не сделала никаких выводов, никаких материалов, официально не были оформлены, документированы, ни в какие структуры не были переданы. И главное, не было доклада в парламенте. Депутат находит как минимум странным, что прокуратура только сейчас заинтересовалась процессом паспортизации страны. Фактов, озвученных оппозиционерами в течение последних двух-трех лет, по мнению Аршба, было достаточно для того, чтобы еще тогда провести хотя бы проверку, подобную тем, которые проводятся в настоящее время. То, что сейчас возбуждено это дело, я думаю, что это давно напрашивалось, это, я считаю, положительным результатом. Но сейчас трудно давать оценку вообще этим действиям, потому что это начало широкомасштабной борьбы с коррупцией или какая-то разовая акция для того, чтобы получить какие-то политические дивиденды. Депутат также уверен, что 269 утерянных бланков абхазских национальных паспортов – это лишь вершина айсберга. В реальности количество незаконно выданных паспортов может измеряться тысячами, не исключает депутат. Что же касается вопроса, куда раньше смотрела генпрокуратура, здесь ответ напрашивается сам собой. Лучше поздно, чем никогда. Семен Пегов, Гудисаруха, Абаза ТВ. 14 сентября Дмитрию Медведеву...